была моя статья вот она была опубликована а под ней были комментарии вот одна из них я скопировал некий пингвин или нуксович когда же людям в россии начнут давать это была реакция на мою статью не по 6 двадцаток а по 10-20 гектаров ну и стыдно же в такой огромной стране имея вокруг моря земли не дать в аренду примерно 50 лет под сады с последующей арендой запиши целевой назначение сад нарушил настраивал генделиков снеси землю забери выполняет правил аренды дай еще 10 гектаров скоро богатей под себя сделают законы и все эту землю скупят не знаю скупят нет но нам земли не дает а народу дать ему что нельзя более 10 лет как кричали землю крестьянам да раздать забыли всю жизнь все посвятил вращению плодовых деревьев даже дальше хочет тогда эти же суки ему землю это он меня имеет ввиду а они для него суки не обеднеет россия останет крашусь и в сибири будут свести сады вен сана посмотрели мы участок миллион 700 да вот и все когда я сказал ну может быть вам поможет университет вот потому что вы будете на них работать им славу приносить это беспроводящий вариант я имею ввиду что из такое то есть вы обречены на успех когда-то потом это все вернется по государству вот не так когда наши предупреждают власти предложение железу когда наши предупреждают власти предоставить право каждому гражданину по количеству душ в семье на один га минимум селены или брошенной земли я знаете как это представлял представляю мне бы только на два часа бы выйти чтобы успеть закон даже как вот чем хорошо до нашей стране все говорят плохо а есть хорошая у нас карманное правительство и карманные это самые депутаты то есть когда надо они за несколько дней все тут же это вот помните анекдот это самое первое чтение госдума просмотрела ничего не второе второе прочтение тоже не поняли третье наконец-то поняли и вот получается что если сделать такое шоу на всю страну кому я говорю вот пусток правда наши придут сейчас вы знаете такие как этих ребят которые были выше вот допустим вот самый верхний это у нас их уж таких мясо несколько десятков они могли все правительство составит вот и зал бы кому кому дать и все эти спецназу соодно бывшему чиновнику другое этому третье у нас нашей команде много всего и вот я придумал такой путин с лопатой если надо написать перед президент с лопатой но у нас считается он пожизненный так что пишу путин вот скажите у него земля есть у него дачника есть и лопату он никогда не возьмет а для ради как сказать для ради можно взять один раз ну хотя бы на полчаса да и сказать туда там сто телекамер наши иностранные сказать мы даем всем землю земля зарастает это он должен сказать потому что больше некому никто так не сказать земля зарастает пахотная земля то есть еще немного и мы вернемся у нас сейчас как 19 века будет как 15 20 этот а помните когда-то ездили зимой а вы помните ли помните ли вы кто изучал историю как ездили в свое время стала речка едут по речке вот почему потому что столько было леса это хорошо климат был лучше только вот дикое место времена были а сейчас то как и вот представим себе что всем дают по гектару если пять членов семьи пять гектар и путин говорит я на полном серьезе вы знаете внуки подрастают а мне вот смотрите ведь по количеству душ а у нас путин скажет вышел закон я не причем депутаты сказали каждому по гектару какой дурак выпускать шанс на каждого моего внука по гектару цене вот я дождался своего себе первое пошли там орденоносцы ветераны труда так сказать чтобы осень была лучше землю забрали а я тоже орденоносец поэтому я вот приглядел эти пять гектаров вот а сейчас чё я делаю я стою с лопатой я вкапываю эти самые столбы вот межевые чтобы никто на мою землю не позарился а потом бы путин сказал сейчас все наши будут иметь землю все наши эти все все население да все половины пропьет часть пропьет часть продаст тут же соседу вот а часть построить дома вырастет и у нас путин должен говорить то что я говорю никто не слышно у нас исчезнет позор к нам в сибирь везут картошку из израиля и египта по крайней мере это было вот недавно что такого больше не будет у нас будут свои лук морковка свекла все это без этих без ядохимикатов и нация здоровья вот так можно продлить жизнь только наши дети помните моих детей вот сколько я показывал фотографии наши дети будут жить все свободное время на дачах мы там же и коронавирус переживем и это путин должен сказать страшная опасность была заключалась том что сказали сидите по домам разъезжайтесь по деревням хватайте там бесплатно земли помните какой-то у простоквашина дом пустой берите кто и живите кто хотите и это есть только это самое а там окажется и рыбалка прекрасная там все дороги провести вот знаете был такой явленский почему был он больше не представитель партии а когда он баллотировался вот так красиво говорил это выполнить сложно допустим стал бы он президентом он баллотировался президент может быть про это забыл но как он красиво говорю мы раздаем землю вот это означает что у нас сразу появится невероятная востребованность и начал перечислять электропровода электромоторы значит кирпич шифер этот самый оконные проемы значит лопаты мёдов все 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 сразу потребность дико потому что должен всех но не может все что он сейчас сейчас тоже можно взять но 10 соток это мы все думаем вздыхаем с это елена санны савинич миллион семьсот да я пробовал тогда 10 соток без без ничего без домика без ничего просто голая это 12 соток миллион двести сто тысяч за сотку просто так захотелось человеку продать а рядом земля зарастает и не дают ну вот так вот а представляете что если бы допустим и примеру бы грекалин стал этим ну если бы он стал мэром допустим шушенска где сергей просил землю и послали его вот и отдал бы землю тут же мы сняли это понятно так принято теория заговора или теория тупости до сих пор понять не могу и вот когда я так красиво ивлинский рассказ мне так понравилось вся промышленность поднимется потому что миллионы миллионы заказы заказы дома дома а вы знаете что такое уязвимость городов я уже заканчиваем наше время не стекает пусть опять я больше не политику нет это экономика вот уязвимость городов это как мы не мы не заметили что несколько сотен тысяч дальневосточников неделю жили без электричества и посреди зимы а вы попробуйте представить нет не пожить представить но я-то хорошо у меня там парень садрок на всю зиму и он сада подтвердить я тут же рвану туда и там буду это идея дети там не будут между а если у тебя нету вот этого у своего куска а если ты в городе живешь а если замерзает целый город а когда город целый замерзает это толпа этих самых голодных которые рванут в сельское место раньше это были продотряды тогда грабили этих самых крестьян богатых не богатых а как бы их назвать ну справных вот а сейчас деревне ничего взять деревне стоит магазин не состоявшегося этого самого как сказать ну то есть и состоявшегося ученого скажем так не взяли университет на первый курс на бесплатное человека с лучшим садом россии и лучшим питомником россии и с дипломом диплом ну то что раньше называлось технику представляете вот и вот этого измена из городов он туда завозит немножко ему привозят там немножко совсем никто ничего не покупает ни света дикая сами знаете что поверите мне да и все деревне не кур не этих не того ничего 35 лет назад я ездил на своем запорожце по красному хутору невозможно проехать кругом хрюкает кругом гуси эти индюки утки все все забито было этим все улицы представляете все это вытравили мужиков работящих которые ну потребляли они все этих самых на могилах они все в накладнище красного хуторском вот их от и травили этими ядами в виде под названием спирт там и как это назывались и и рояль вот это было и все из за росы картофельные поля и я покупал картошку три дня назад за 350 рублей один мужик торгует он на поле а недавно было 100 вот чем мы идем и вот эта вот проблема каждому дать по количеству душ а это было в книге вспомните книга была столыпинская написано было для переселенцев и там было сказано каждый имеет право не просто это как у нас требует требовало получить как а просто имеют право на этих по количеству душ на землю вот тогда и подняли россию вот так как сказать ларин владимирович постойте с лопатой ведь вы знаете людям если вот такое право дать да еще есть такая земля таких красивейших местах будет этот этот наш хуторянин переехал с иркутска там был большим начальником а здесь потянуло сейчас как спаси как сельчане три года шушенская и красная шушенская красная я говорит вот здесь вот ручей никому не нужен глухом месте а вот тут перегражу дамбой получается озеро несколько гектаров вот количество людей которые будут там работать это он мне рассказывал как он им рассказывал ну предлагал бизнес-плат 8 человек ну кто-то мог быть кто-то зарыбливает кто-то караулить чтобы это по ночам сети не ставили да какие-то там может эти домишки вот и такое вот замысел ему сказали нет нет и все вот просто нет а там была бы рыба не вот это вот это узнаете мы из фокусе мы рыбу идем вы хоть в курсе но если вам скажут это тогда никто не будет покупать морскую рыбу так ведь если правду узнают а едим потому что правда не знаю а по а пруды нам не нужны